За два с половиной века своего существования Камбарский машиностроительный завод переживал и времена стремительного развития, и производственный упадок. Из последнего финансового кризиса КМЗ удалось выйти благодаря диверсификации производства. Несколько лет назад на заводе сменилась управленческая команда, которой удалось перестроить производство и наладить там выпуск многопрофильной продукции. Камбарский машиностроительный завод сейчас и Камбарский машиностроительный завод 5 лет назад. То есть это 5 лет назад у нас было 44 человек в его штат, сейчас 250 человек. У нас там даже до сотни миллионов не было заказов, сейчас у нас более полутора миллиардов. Завод развивается большими темпами и я думаю, что так и дальше пойдет. Оборудование обновляется, штат обновляется, увеличивается, рабочие места новые появляются. У нас конструкторский отдел модернизирован, лаборатория неразрушающего контроля, лицензии разнообразные получены, в том числе на рентген и так далее. Молодые специалисты действительно к нам приходят. Что их больше всего интересует у нас, это хорошая заработная плата. То есть у нас по республике довольно-таки средняя заработная плата неплохая. И собственно говоря, условия труда, мы их обеспечиваем всем необходимым. У нас полностью социальный пакет обеспечивается на предприятии. Ну и дружный наш заводской семейный коллектив. Камбарский машиностроительный завод сейчас развивается в четырех основных направлениях. Это производство подвижного состава для железных дорог, нестандартное оборудование, криогенное машиностроение, нефтегазовое и химическое оборудование. К примеру, в сборочно-сварочном цехе собирают локомотивы и вагоны. Этот тепловоз мощностью 400 лошадиных сил уже отправился в Курганскую область. Машина сделана по заказу одного из промышленных предприятий. А еще здесь собирают мини-локомотивы и вагоны для детских железных дорог. На территории России действует 25 таких профориентационных центров РЖД, где с малых лет готовят будущих специалистов для железнодорожной отрасли. Камбаряки сейчас делают подвижной состав для детской железной дороги в Казахстане. Очень перспективное направление, потому что на этих дорогах управляют локомотивом и совершают все действия дети под контролем взрослых машинистов. Они проходят предварительное обучение, и некоторые выбирают дальше свое продолжение, профиль железную дорогу. Как дежурные по станции, машинисты, помощники. Катаются обычные люди, они как экскурсионные, но экскурсию проводят дети. Они выступают в роли проводников. Вагоны оборудования, креслами для сидения, столиками. Родители с детьми присаживаются, слушают экскурсию и наслаждаются поездкой. Транспортное машиностроение отражает изначальный профиль предприятия, но при этом диверсификация производственных мощностей позволила КМЗ сделать совершенно новую продукцию и начать зарабатывать. Показательный пример – нефтегазовое оборудование, производство которого удачно внедрили несколько лет назад. Это тот самый способ найти новую нишу на рынке в период импортозамещения. Начиная с 2018 года мы пошли в сторону освоения новых видов продукции, освоили выпуск сосудов, работающих под давлением. Также идем в сторону интенсификации теплопередачи. Это так называемое теплообменное оборудование. Оно используется повсеместно. Недавно буквально мы выпустили узел сепарации, установку сепарации попутного нефтяного газа. Это абсолютно новый продукт, который еще никогда не был в России и позволяет из попутного нефтяного газа производить метан и практически смесь углеводородов, которые можно как товарной продукции. То есть мы можем утилизировать сейчас попутный нефтяной газ, а не просто его сжигать в атмосфере. Эксперты отмечают высокий потенциал развития нефтегазовой отрасли России, а значит и сопутствующего промышленного производства оборудования для добывающих компаний. Перспективы большие, поскольку многие западные компании ушли с российского рынка. Политика импортозамещения на примере Камбарского машзавода весьма показательно сработала в пользу этого предприятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова